Мы приветствуем вас на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 7 рейтинг лучших стабилизаторов напряжения для дома с Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие стабилизаторы напряжения для дома вы найдете в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет относительно недорогой, но весьма неплохой стабилизатор напряжения Stihl IS1000. В данном случае у него есть дисплей, он компактно размещается хоть на стене, хоть еще как-то, да, то есть он много места не занимает, это его большое достоинство. Минимальное входное рабочее напряжение 90, да, максимальное входное рабочее напряжение 310, то есть это очень неплохой диапазон, это инверторный современный стабилизатор и стоит он относительно недорого, 13 522 рубля. Пожалуй, это в нашем обзоре самый дорогой стабилизатор. Вообще, как бы классический домашний стабилизатор, это недорогой стабилизатор, да, с такими невпечатляющими характеристиками, но достаточными для того, чтобы защитить, в общем, бытовую технику. Потому что хоть люди и предусмотрительные есть, которые понимают, что если бытовая техника сгорит, то будет дороже, чем покупать стабилизатор, но все равно они не готовы тратить на него большие деньги. Поэтому модели там за 40-50 тысяч мы намеренно не стали рассматривать. На втором месте у нас расположился тоже эргономичный релейный стабилизатор напряжения энергия ARS500. В данном случае хороший вариант и люди его часто берут для газовых котлов. В принципе, он даже, производитель пишет, что идеально подходит для газовых котлов, потому что, ну, блин, 70% покупателей как раз берут его под газовый котел. Плюс его простота управления, да, наличие системы самодиагностики, дисплея, на котором отображается информация, то есть вы можете следить за состоянием электросети. Ну, и минимальное рабочее напряжение входное 140, да, максимальное входное рабочее напряжение 260. Нормально он работает, с КПД у него тоже все в порядке 98%, а стоит относительно недорого. 4464 рубля он сейчас стоит. Конечно, не без нареканий, есть со стороны специалистов нарекания на эти стабилизаторы, есть у них провалы, бывают огрехи в работе. Ну, я еще раз повторяю, это бытовой стабилизатор, поэтому судить его строго не нужно. Ну, и стоит, кстати, недорого, за свои деньги нормальный вариант. На третьем месте у нас расположился стабилизатор напряжения энергия АСН500. Он по характеристикам, ну, вообще ничем не отличается от предыдущего образца. Да, разница в том, что он менее эргономичный, то есть это напольный стабилизатор с большим таким корпусом, и он меньше нагревается из-за этого, из-за того, что внутри больше пространства, он лучше охлаждается. Две тысячи девяносто один рубль стоит. Как по мне, так если, допустим, у вас где-то в кладовое он будет стоять, где есть место, или в шкафу где-то вы нашли, то зачем приобретать эргономичную, да, вот, который АРС500, когда можно обойтись и таким. Он и стоит дешевле, и работает не хуже. Далее у нас идет стабилизатор напряжения СВЕН-АВР-СЛИМ-500. Этот стабилизатор электромеханический, рейлейный. Размещение у него универсальное, то есть можно хоть на стенку повесить, хоть как он очень компактный, удобный. Минимальное входное рабочее напряжение 140, максимальное входное рабочее напряжение 260. Есть функция задержки запуска. При этом стоит он недорого, 2767 рублей. Можно некоторые огрехи ему простить за такие деньги. То есть сумма действительно невелика. Ну и, кстати, защитить он способен вполне тот бытовой прибор, который вы подключите через него. Поэтому тот же холодильник, например, дорогостоящий, там, не знаю, компьютер или еще что-то. То есть нормальный вариант. Следующий стабилизатор Экзегейт Пауэр АД 5000-600. В общем-то данный стабилизатор, он самый такой из самых простеньких. Да, у него активная мощность 500 Вт, полная мощность 600. Рейлейный стабилизатор с напольным размещением. Звезд с неба не хватает он, конечно, но в критической ситуации может помочь. 1295 рублей стоит, ну и выглядит вот так вот. То есть у него переключатель есть. Индикация осуществляется лампочками, 4 розетки. То есть это евро-розетки. Поэтому тоже компьютерную технику удобно подключать. Поэтому присмотритесь. На шестом месте расположился стабилизатор напряжения Solaris VSC500. Не очень как бы внушает он мне доверие, лично мне. Но это как бы предвзято отношусь. Потому что довольно много, ну не конкретно на Яндекс.Маркете, на других площадках нареканий, как со стороны специалистов, так и со стороны пользователей. Но опять же есть и армия поклонников. То есть говорят о том, что он недорогой и на свои деньги нормально работает. Это классический релейный стабилизатор с настенным размещением. Минимальное входное рабочее напряжение 130 идет. Максимальное 260. И две выходные розетки со стабилизацией. То есть можно два прибора подключить смело. Но опять же смотрите по мощности. 1851 рубль с учетом скидки. Но это с карта Яндекс.П. Если карты нету, то он будет стоить 1990 рублей. Ну это понятно. Ну и наконец на седьмом месте у нас расположился вообще простенький однофазный стабилизатор Defender AVR. В данном случае он неказисто смотрится. Но в принципе относительно неплохо работает. На удивление. Хотя конечно, что вы хотели за 876 рублей. У него минимальное входное рабочее напряжение 175. Максимальное входное рабочее напряжение 285. Ну естественно размещение напольное. Он тяжелый. У него еще корпус пластиковый. Что в общем тоже не особого доверия не внушает. Ну как пишут люди. Работает неплохо. И в общем-то худо-бедно со своей функцией справляется. Опять же смотря что подключать. Через него две розетки. То есть указывают на то, что можно два прибора максимум к нему подключить. Ссылки на лучшие стабилизаторы напряжения для дома вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться. Под видео жмите на колокольчик. И всего вам доброго. Продолжение следует...